Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Захар Комаров, я из города Екатеринбурга. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься вейком? Вейком я занимаюсь примерно с 11-12 лет, то есть 4 года назад. А кто твой тренер? Мой тренер Николай Вадимович, город Миас, как часто ты тренируешься? В зависимости, какое время года. Если лето, то я пытаюсь уделять около 4-5 часов в день, каждый божий день. А если зима? Если зима, то приходится кататься на другом виде спорта. Что для тебя вейк? Вейк для меня жизнь, вейк это экстрим, это новое удовольствие, это новое впечатление. Что относительно друзей? У тебя есть друзья в вейке? Да, конечно. Очень много. Все вейкбордисты, они как одна большая семья, все общаются, все друг друга поддерживают. Нет такого, что там приехал на соревнование, и тебя начинают говорить, ой, фу, ты там неправильно катаешь, а то, сё, не уехал. А наоборот, все подбодрят, все похлопают, все помогут, кто-то что-то подскажет. О, ты начал рассказывать про соревнования. Расскажи, где ты участвовал уже? Ну, если говорить про мировой уровень, то я участвовал только на Пукете. Два раза на соревнованиях это были Gravity Wake Open, где я в Опухменах занял третье место. И вот в этом году, вот недавно, я участвовал в Пукет Open и занял третье место в юниорах. А в России? В России мне удалось в шестнадцатом году в Бойсах попасть на третье место. То есть ты только четыре года занимаешься, и у тебя уже призовые места? Да. Это все потому, что вейк твоя жизнь, или тебя тренирует кто-то? Ну, благодаря такому прекрасному вейк-парку, как Пукет, мы уделяем больше времени тренировок осенью, весной, а не только открывая сезон летом, катаясь в холодной воде, не понимая, что ты делаешь, как ты делаешь. И так как твой тренер находится не рядом с тобой, и ты не можешь иногда к нему приехать потренироваться, а тут мы собираемся все вместе, тренируемся, общаемся. Раскрывая интригу, кто твой тренер? Мой тренер Николай Владимирович. А фамилия? Волгин. Как давно он тебя тренирует? С самого того момента, как я встал на вейкборд, потому что именно из-за лагеря, в который я приехал в МИАСе, я первый раз попробовал встать на вейкборд, мне понравилось, и с того момента я начал тренироваться и заниматься этим видом спорта. Получается, твой первый опыт в вейке – это МИАС? Да. Скажи, пожалуйста, ты один в семье? Нет, у меня есть еще брат. Брат занимается? Он тоже, я его пытаюсь вытаскивать как можно реже, когда, конечно, я бываю дома, просто летом очень сильный график, соревнования туда-сюда, тренировки. Я дома бываю очень часто. Но когда я бываю дома, я пытаюсь его вытащить со мной вместе, покататься, что-то научить, чему-то его. Как ты совмещаешь учебу и тренировки? Учеба не мешает тренировкам. Если ты хочешь тренироваться и получать хорошие оценки, это можно хорошо совместить. Просто берешь задания учителей, едешь на сборы, делаешь задания, показываешь им. То есть, ну, никак не влияет. Как ты видишь свое будущее? В плане спортсмена или в плане какой-то профессии? Вообще свое будущее ты хочешь со спортом связать? Или ты займешься, например, наукой? Или будешь тренировать людей? То есть, что тебе импонирует больше всего? Ну, конечно же, мне так же интересно тренерство, интересно тренировать, обучать новое поколение, чтобы они были лучше тебя, чтобы тоже выиграли на других соревнованиях. Но пока надо просто тренироваться и добиваться каких-то успехов, чтобы на будущее планировать свою жизнь. Что ты скажешь людям, молодым людям, которые только вот сегодня пришли в Вейк Парк, смотрят на доску и думают, ну, как же мне вот встать на нее, смогу ли я встать прорайдером? Не надо просто думать, надо просто брать и делать. И, конечно же, всегда надо найти тренера, который объяснит, покажет тебе, это поможет. Самое главное не бояться, и все получится, все в ваших руках. Спасибо тебе, что ты Пхукет, Вейк Парк Фэмили. Мы тебя очень сильно любим. И надеюсь, что в следующем году, когда ты приедешь, ты достигнешь новых результатов за этот сезон. Спасибо большое.